Боже милости, будь ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, ты помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня грешника. Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, и Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувима, и достойную большего прославления, чем Серафима, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молит ради причистой Твоей Матери и силы честнага, же творящего Христа, и святого Ангела моего Хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благо, человеколюбец. Аминь. 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 Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, добрили, царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, сущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. Не веди нас в искушение, но избах нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы пребывдаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню оглашаем Тебе сильным. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем полночь. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что повелика и Твоя милость. Текста нету. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что повелика и Твоя милость и долготерпение. Ты, Боже, не прогнился на меня, ленивый и грешный. И не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие. И поднял меня спящего, чтобы понеси Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святей Шаиме Твое. Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем к Саму Христу, Царю и Богу нашему. Царю нашему Богу. Исторгайте Его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы Боги и Сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякие снизей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селение и домовы, и измолитяне, Маав и Агаряне, Гивал и Амон, и Амалик, филистимляне с жителями Тира. И Ассур пристал к ним. Они стали мышцами для сынов лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесари, что Яавину у потока Кессона, которые истреблены в Эйендоре, сделали с навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как Саривом и Зивом, и со всеми вожьями их, как Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божие. Боже мой, да вот они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так поконяй курию Твоею и вихрем Твоим приведи их смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постидятся и смертутся навеки, да посрамятся и погибнут. И да познают, что Ты, Которого одно имя, Господь, Всевышний над всей землею. Как вожделены жилища Твоих, Господи, сил. Истомилась душа моя, желая во дворе Господней. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на сегодня. Господи, Божьи сил, услышь молитву мою, внемли Божий Яковлев. Боже, защитник наш, приникни и призви на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плены Якова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Иви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушай, что скажет Господь Бог? Он скажет мир народу Своему и избрану Своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так, близко к боящимся Его, в спасении Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои. Слава Цою, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. И избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мою недостойного уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков! Аминь! Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни Спаси, и припадаю к стопам Твои и вызываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною добровольно распявшейся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Молодой-ка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и вели в Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Твоему в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого уральского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего засущего, удостой меня, преследи Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители, Божьи сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долг земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведущие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, слову мысли, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение веки и вечно. Аминь. 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 Молите Бога о нас, Святые Угодники Божьи. Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Георгий, Дмитрий, Станислав, Екатерина, Ирина, Наталья, Сергей, ибо мы усердно прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобой. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего в Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей. Батюшку и Акимов, спаси, помилуй, сохраняй. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи их силой Твоей, даруй, здравия, спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Спаси, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, подай им все, простим все их грехи, вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокоя Христе души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пресистой Твоей Матери, преподобным богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас, аминь. Боже, наш милостивый небесный Один, помилуй детей наших, на которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их, крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали у Вас слава Твоего имени. Научи и благочестиво, добрительно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевно и телесного успеха в трудах. Избавь их от хитрых козьих дьяволов, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли Твоего Пречистой Матери и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя. Сыни народом Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия, и просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели свои изучаемые предметы, потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним во своем спасении, потому что Ты источник премудрости. И Тебе славу возносим всегда на ней пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Смолите сигнал. Спасибо. Родители, сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Сергея, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Олепи, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще и священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них. Умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего посильным добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохраняй от всякого рода зла и греха, и от непосильных искушений. И сохрани наше селение, и жилище наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира, Людмила Болящая, Любовь, Владимир, Алексей, Иосифа, прищи добрые жители, любящих и знающих уставы твои с детьми. И сохрани школу. И даруй, Господи, мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Спаси. И помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Езру, Рустика, Самире, Тимуру, даруй добрую веру, дабы верили они, что ты умер за наши грехи. И кроме тебя нет спасителя иного. Хвала тебе. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, 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 Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне дивный дар Твой, веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Воздай вечности благословением и добром Твоим всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее к Тебе. Мария, Штефана, Александра, Михаила и Анна. Слава тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю тебя, мой добрый Ангел. Сколько лет ты хранил меня, защищая, спасая от бед и опасностей, видимых и невидимых. Прошу тебя, мой Ангел Хранитель, не покинев смерть, ты сейчас, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И введи ее на веки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, претеща Христову, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным, и видеть нуждающихся в нашей помощи и стремиться к ним каждому дару и жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастер словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Еремея, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрихи, Пророк, Михей, Абрам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Омена, чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серапимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, поликавс, минский усин философ, Космай и Дамиян, Андрей Стратилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста, Анфиму Вениамину, дай добрую веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий и Прим Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Пеодосий, Корнилий Иов, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серапим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой. Сохрани нас в святой православной вере. А замосте ретюков разруши, Разбей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фёкла первомущенница, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина Перепитуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, Даруй Господь женам и девам Молчание, Послушание, Соломудрия и стыдливости, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, Семейства и Евгении, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздяне рук, Как жертву вечерней благоухания, Приятная перед престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. О Всевышний Создатель, Господь, Услыши молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, И исполни ее, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий, Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, И пролита им кровь за рот человеческий. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй их. Аллилуйя! Говори, Господи, владыка, Слушает и дослышит раб Твой. До встречи. Славы, Господи. Славы, Господи. Продолжение следует... Господи, избави Романа от духа лжи, обуявшего его, и благослови Никиту и Виталий, дарь им желание трудиться в поте лица. Я прошу тебя, Господи, услыши молитву о болящих, дай силу перенести страдания Илариона, Кирилла и Анилу. Алептину Людмилу, Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Роженицу Ирину и Щадо Александру. И пошли мне исцеление глаз. Благослови, Господи, друзей наших и благодетелей, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Татьяну, Всепомилу, Юрия, Надежду. Мы воздаем добром и всем помогавшим нам в путешествии, Павлу, Зиновиду, Димитрию. Благослови их всех, Надежду. И наше сокровище в интернете, и книги здесь, и пути сохрани. И трудящихся Игоря, и Юлию, и Димитрию, и Виктору, Сергея, Сергея, Вячеслава, Вячеслава. Благослови. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Леониды. Обрати и наставь. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Спаси Христос за молитвы. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Так, ты оденься, не в халат, настоящий, побудешь со мной, посмотри, как будет. Человек, наверное, не судится, только ходится, лучше будет. Мы с тобой за ней разговаривали, не ставят. Кто-то не говорит, не договорил еще, когда, сколько, сколько весов. Лена, была? А что нужно? А что нужно? Что говорить-то мне? Да еще тебе не надо говорить. По форме, в Сырковной. В Сырковной, ты придешь туда, сейчас закончится. Я сразу же забил в этот... Так мне сейчас, ну, ты переоделся? Да, переоделся. По Сырковной модельке, все, как куколка была. Да. А то спрашивает, где жена, вот я ее покажу. И ты каждый раз приходи, пока есть возможность. Просто сидеть рядом. Продолжение следует... во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком вопрос 1390 том 4 разбор ответов архимандрита амбросия юрасова вопрос 66 что означает число шестьсот шестьдесят шесть отвечает амбросий юрасов когда я еду в машине и мне попадаются машины с тремя шестерками я крещусь это имя антихриста имя христа три восьмерки у нас в монастыре машина есть у нее номер же 58 88 и в все в этом номере интересно раньше народ изучал цифровую азбуку умел читать буквы как цифры поэтому господь и закодировал имя антихриста в номере нашей машины три восьмерки восьмерка не имеет ни начала не конца она соединяет небесный мир и земной заключает себе полноту мироздания полноту времени вечность это имя христа а и в я так рассидел иисус воскрес комментирует игнатий тихонович лапкин сегодняшние пастыри отвечает так показывают что они чужие богу и не знает его писания а людей ведут на обувь авось да вывезет сколько было толкователей откровения иоанна богослова есть старинная книга семитолковый апокалипсис много толкуют разные сектанты но такого бреда еще никогда не приходилось слышать как будто говорит человек с испорченной психикой душевно больной начал и кончил номерами своей машины есть русские народные сказки не задаются загадки то есть что есть самая жирная самая быстрая самая богатая и другое глупые русские дураки из ожиревших старых русских отвечают мой отец наш кабан наш конь хотя нужно было бы сказать мысль земля воображение вот эти ответы как будто из этих сказок цифра 666 совершенно ничего не значит под этим номером есть и страницы в книге и дни нашей жизни и годы и квартиры и многое другое и цифра 8 ничего не означает кроме повторения равняется единицы после 7 новое творение новый круг премудрость соломона 17 11 страх есть не что иное как лишение помощи от рассудка страхи рождают химер таким ответом наводят панику на людей манипулируют их сознанием убивая страхом перед и н.н. перед новыми паспортами лука 11 46 но он сказал и вам законникам горя что налагаете на людей бремена неудобно си мы а сами я одним перстом своим не дотрагивайтесь до них откровение 13 16 18 и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их и что никому нельзя будет не покупать не продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его 666 666 это не имя антихриста а число его имени страх господин алла воздержание воздержание дарит исцеление лучшая поэзия молчание лучшее молчание моление лучшая молитва покаяние покаяние тщетно без прощения лучшее перед богом предстояние в глубине высокого смирения я забудусь в таинстве молчания пред иконой чудной умиления да очистят слезы покаяния высшую поэзию моления и романах роман во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 4 вопрос 1391 разбор ответов архимандритом россию раз вопрос 68 как обрести веру и избавиться от маловерия ты чай там россию раз вера у всех есть одни верят что бог есть другие верят что его нет комментирует игнари тихонович лапки ответ не по вопросу и не по писанию таких ответов священное писание вообще не знает все это оригинальничание умничание перед лицом божиим люди дающие такие ответы очень любят говорить о благодати божией которая в них конечно в преизбытке кавычках и еще говорят о гордости и о гордыне разумеется что они во всех но не в них но когда человек хочет спастись мы должны показать сразу же ему путь на котором он найдет просимое это священное писание для человека который не имеет веры в бога нужно открыть 13 псалом как ключ открывающий путь ко христу и разбирать с ним стих за стихом а если человек называет себя маловерным то только в индивидуальной беседе постарайтесь найти границу его веры пусть самый малый во что он верит и во что не верит задача стоит самая ясная всего лишь из двух вопросов верит ли он в бога что есть создатель сотворивший этот мир создавший и его вашего собеседника пока этот вопрос не будет решен утвердительно все остальные разговоры бесполезны никакие заумные доводы рассказы побывальщины не помогут можете открыть следующее место писания евреям 11 1 вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом если человек поверит что есть бог то переходите к другому вопросу доказательству того что библия есть слово божие больше ничего не нужно дальше все вопросы хотя бы их были тысячи все до единого разрешаются только на основании библии а для растолкования правильного разумения смысла стихов библии есть 300 томов патрологии меня вот и заучи все это патриарх геннадий никого не рукополагал в диаконы пока кандидат не выучит псалтир наизусть мы не смертники в мусульманской тюрьме которым дается шанс выйти из тюрьмы если выучат наизусть коран но мы все поражены грехом и поэтому библию должны знать все и в первую очередь вы товарищ архимандрит 1 коринфянам 9 16 ибо если я благовествую то нечем мне хвалиться потому что это необходимая обязанность моя и горе мне если не благовествую иисуса новина 18 да не отходит сия книга закона от уст твоих но получайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно 1 тимофею 4 16 вникает себя и в учения занимайся сим постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя псалом 12 но законе господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь иоанну златоусту задавали много вопросов и он сказал научитесь не задавать вопросы то есть чтобы люди сами научились разрешать по слову божию а не потому что скажет оракул и добавил чего нету в библии о том не рассуждаем отец святые попытайтесь взять эту реку ненужных вопросов в определенные берега и не выказывайте себя всезнающим ибо вы писание священное почти не знаете это я говорю вам общаясь с вами не один день и не один год что вы учили давным-давно забыли а голову забыли забили маленькими подходящими и неподходящими рассказиками вы же знаете что если кто будет пересказывать другим ваши ответы он обязательно должен сказать так сказал бачкам россии так сказал наш духовный отец на словах вы всюду убеждаете своих слушателей почти на каждой странице что смиренные не гордый человек на ком пребывает благодать и божия ничего не может приписывать себе но все относит к богу но конечный результат ваших ответов обратный какие бы сновидения вы не приводили в защиту своих заблуждений но ссылка всегда будет на вас как на автора этих повестей огонек от свечи восковой запах ладана скелий дружин никого у меня никого и по правде никто мне не нужен хорошо отродясь не иметь ни супруги сачады ни друга лучше нет на иконы смотреть в освещенный лампадами угол отражает лампады киот чуть светлеет резное распятие что мне мир если сердце живет тем кто знает меня до зачатия за окном ничего не видать только ветер над крышей убредит благодать у меня благодать потому что никто не приедет и романах роман 12 января 1999 год во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 4 вопрос 1392 разбор ответов архимандрита амбросия юрасова вопрос 72 за что господь полнота любви он никогда никого не наказывает любовь не может наказывать мы когда грешим сами себя наказываем комментирует игнатий тихонович лапкин как всегда отец амбросии блаженно и в кавычках благодатно оригинальничает совершенно забыв как артист что он является служителем бога который должен быть верен в доме его как моисей как будто никогда не читал и не слышал что есть такая книга библия единое вечное руководство и в этой книге о которой архимандрит видимо не слышал никогда слово наказание встречается 189 раз в разных значениях это самое неизвестное архимандриту книга библия говорит что бог наказывает каждое приведенное место писания есть свидетель для вразумления ивановского архимандрита привожу всего только 32 место из неизвестной для него книги что бог наказывает а мы молим его чтобы он смягчил свое наказание о архимандрите усмири свою гордыню сайди с кафедры не гневи бога чтобы он тебя не убил прямо на месте в храме за дьявольскую ложь которую ты отравляешь слушателей иеремии 23 28 пророк который видел сон пусть и рассказывает его как сон а у которого мое слово тот пусть говорит слово мое верно что общего у миккины с чистым зерном говорит господь и библия говорит наказываю а смире а смертный и грешный человек и весьма много грешный как он себя называет что он не достоин войти и под своды храма в женском монастыре добавляет частицу не ясно что он не боится бога и разворачивать людей в обратном направлении спасения иисус христос предупредил таких вольнодумцев марка 13 31 небо и земля придут но слова мои не придут лука 16 17 но скорее небо и земля придут нежели одна черта из закона пропадет итак слушай батюшка и внимай потому что господь говорит сегодня с тобой через слово свое святое сегодня ты можешь судить его слово но придет день когда она будет судить тебя как и каждого из нас исход 25 7 не поклоняйся им и не служи им ибо я господь бог твой бог ревнитель наказывающий детей за вино отцов до 3 и 4 рода ненавидящих меня не произноси имени господа бога твоего напрасно ибо господь не оставит без наказания того кто произносит имя его напрасно левитам 26 18 если и при всем том не послушайте меня то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши числа 14 18 господь долго терпелив и многомилостив и истинен прощающий беззакония и преступления и грехи и не оставляющий без наказания но наказывающий беззакония отцов в детях до третьего и четвертого рода и его 31 23 ибо страшно для меня наказание от бога пред величием его не устоял бы я псалом 37 2 господи не в ярости твоей обличай меня и не во гневе твоём наказывай меня псалом 38 12 если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление то рассыплется как от моли краса его так суетен всякий человек псалом 98 8 господи боже наш ты внимал им ты был для них богом прощающим и наказывающим за дела их псалом 117 18 строго наказал меня господь но смерти не предал меня псалом 118 75 знаю господи что суды твои праведны и по справедливости ты наказал меня притчи 3 11 наказание господня сын мой не отвергай и не тяготись обличением его притчи 3 12 ибо кого любит господь того наказывает и благоволит к тому как отец к сыну своему исайя 26 16 господи в бедстве он искал тебя изливал тихие моления когда наказание твое постигала его исайя 26 21 ибо вот господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззакония и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих исайя 27 8 мерою ты наказывал его когда отвергал его выбросил его сильным дуновением своим как бы в день восточного ветра 1 коринфянам 11 32 будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не быть осужденными с миром евреям 12 5 и забыли утешение которое предлагается вам как сынам сын мой не пренебрегая наказания господня и не унывай когда он обличает тебя евреям 12 6 10 ибо господь кого любит того наказывает бьет же всякого сына которого принимает если вы терпите наказание то бог поступает с вами как с сынами ибо есть ли какой сын которого бы не наказывал отец если же остаетесь без наказания которое всем общее то вы незаконные дети они сыны при том если вы будучи наказываемые плотскими родителями нашими боялись их то не гораздо ли более должны покориться отцу духов чтобы жить те наказывали нас по своему произволу для немногих дней осей для пользы чтобы нам иметь участие в святости его откровение 3 19 кого я люблю тех обличаю и наказываю и так будь ревности и покайся премудрость соломона 16 человеколюбивый дух премудрость но не оставит безнаказанным богохульствующего устали потому что бог есть свидетель внутренних чувств его и и истинный зритель сердца его и слышатель языка его премудрость соломона 11 19 показав тогда через жажду как ты наказал их противников премудрость соломона 11 16 а за неразумные помышления их неправды по которым они в заблуждении служили бессловесным пресмыкающимся и презренным чудовищем ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных премудрость соломона 12 10 22 но ты мало-помалу наказывая их и так вразумляя нас ты наказываешь врагов наших тысячи кратно дабы мы когда судим помышляли о твоей благости и когда бываем судимы ожидали помилование премудрость соломона 16 16 ибо нечестивые отрекшиеся познать тебя наказаны силою мышцы твоей сирахова 10 16 и за это господь посылает на него страшные наказания и в конец не излагает его авито 11 14 потому что ты наказал и помиловал меня давито 13 2 ибо он наказует и милует не сводит до ада и возводит и нет никого кто избежал бы от руки его сеем рожь окосим лебеду непрестанно ищем виноватых строим рай а встретимся в аду узнавая в ближнем супостатам слава блудием залита земля а вертимся в аду узнавая в ближнем супостатам слава блудием залита земля каждый норовит в евангелисты и к кормушке дабы опосля самому свернуть с тропы тернистой плодь ликует дух уничижен суета перечеркнула вечность и страну десницею чужой волокут страда злорадно на увечья наши души от тоскливых дум обессилев примирились с ложью потому и 7 лебеду называя все иное рожью и романах роман 1993 год во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым окон том 4 вопрос 1393 разбор ответов архимандрида амбросия юрасова вопрос 129 в настоящее время очень много людей которые страдают мучаются находятся в отчаянии что им делать отвечает архимандрит амбросий юрасов а чтобы отчаяния не было надо всем вернуться к богу да по-настоящему не так как некоторые которые говорят я крещеная да что толку полная бездна набита крещеными в церковь ты не ходишь не молишься не каешься душу душа твоя погибает но таких людей святые отцы говорят что они будут испытывать очень много скорбей в этой жизни всякого рода тревог и болезни комментирует ответ авросий расова игнатий тихонович лапкин если таких людей бездна которые были крещены почему же ни разу священник не ставит вопрос кто же их накрестил или что такой вопрос запрещено ставить он слишком опасен в барнауле преподаватель университета агтон цепенникова е.п. пять лет проводила исследования над тремя тысячами студентов она ходит в церковь поет на клиросе а публиковала материал в газете алтайская миссия из мрака язычества цитата вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза крещена 9 лет назад воцерковилась ли во Христа крестилась но облекаться во Христа труд всей жизни регулярно посещать храм стало только тогда когда Господь привел петь на клиросе за пять лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с тремя тысячами студентов на протяжении пяти лет с 1994 по 1999 годы я проводила анкетирование было опрошено три тысячи человек в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет это студенты первого второго третьего курсов 14 факультетов 100 групп опрос показал первое ноль целых три десятых процента безоговорочно считают себя православно верующими исповедуются и причащаются второе пятьдесят процентов никогда не задумывались над проблемами веры третье две тысячи студентов шестьдесят шесть и шесть десятых процента считают православие устаревшим церковь стяжательницей служители ее мракобесами или не искренними людьми которые служат не богу а себе четвертое две с половиной тысячи человек восемьдесят три десятых процента считают что в молодости надо грешить а в старости кается пятое две тысячи девятьсот человек девяносто три и три десятых процента не смогли ответить на вопрос что такое целомудрие в духовном смысле слова шестое девяносто девять и семь десятых процента не смогли объяснить чем православие отличается от других мировых религий в вопросе о спасении седьмое две тысячи девятьсот девяносто человек девяносто девять ноль шесть сотых процента считают веру признаком слабости и ущербности недостатка образования восьмое две тысячи девятьсот девяносто девяносто человек девяносто девять ноль шесть сотых процента не смогла объяснить смысл слов покаяние грех смирение промысел божий молитвенное правило символ веры девятое девятьсот человек тридцать процентов сторонники или участники тоталитарных сект среди которых наиболее популярными являются саентология ивановцы кришнаиты десятое не видят в этих заблуждениях опасности считают что верить можно как угодно и во что угодно девяносто девять и шесть сотых процента не считают опасным экуменизм одиннадцатая девяносто девять и шесть сотых процента не знают молитв не умеют себя вести в храме не понимают духовного смысла поста двенадцатая двенадцатая при этом крещенных в православную веру девяносто семь с половиной процентов евгения цепенникова алтайская миссия номер десятый скобках семьдесят шесть июнь тысяча девятьсот девяносто девятый год м.п.р.п.ц. комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина когда я встретился с Евгенией Павловной рабочий телефон тридцать шесть семьдесят восемь шестьдесят пять домашний тридцать четыре девяносто три девяносто шесть сорок два сорок три девяносто семь прочитав эту статью чтобы поблагодарить ее что она и то она искренне испугалась когда ей ей растолковал подлинный смысл того что она напечатала а результат таков из трехсот лжекрещенных в московской патриархии едва ли один что-то знает из того что совершается в храме если бы вопрос стоял о том что знают эти три человека из тысячи и десять человек из трех тысяч по библии по канонам то едва ли она нашла бы и одного и златоуст говорит если одна овца погибнет по твоей небрежности о священник то тебе не хватит всей твоей жизни чтобы загладить вину а здесь погибает две тысячи девятьсот девяносто и десять под вопросом приличная встреча с епископом антонием епархии мы долго и беседовали с ним более двух часов я показал ему эту газету и эти в кавычках успехи его епархии и он искренне сокрушался говоря а что я могу сделать я их посылаю работать а они воруют подарил ему эту газету сказал с этими результатами явитесь на суд божий он сказал а я даже и не знал про эту газету как-то она прошла мимо попросил его выдать похвальный лист цепенниковой такие материалы на дороге не валяются и сказал ему а нас было пять человек с нашим епископом ихтихи почему же вы так распустили ворже и не наказываете своих священников и работников о которых патриарх Алексий второй сказал каких бандитов напринимали в церковь епископ Антоний встал осторожно открыл дверь дверь своей приемной выглянул за дверь и смущенно сказал боюсь подслушивают недавно было покушение от своих же нам всем стало страшно и жалко его заложника насквозь пропитанное мафиозными структурами МП 8 июля 2001 год епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41 года прочитайте своим прихожанам и монастырским жителям эти данные из епархиальной газеты и не думайте что у вас что-то лучше ни в одном своем ответе вы ни разу не ставите вопрос каким путем мы дошли до этого крещеных бездна и они находятся в бездне это вы знаете почему же вы их допустили до крещения а не работали с ними крестильщики без уверования во Христа без длительной катехизации крещение должно быть повсеместно запрещено под страхом анафемы священников и извержение из сана навсегда как нераскаянных разбойников трубите тревогу что души погубленные вами ненаученные согласно ваших слов живут не во Христе и являются готовой добычей сатаны все вопросы которые задают вам отец в России люди ведь они же стоят в храме не на площади и вы говорите что эти вопросы напечатанные вами всего лишь малая часть того что вам задавали можно предположить что вы отобрали наиболее интересные как вам показалось поучительные вопросы притом люди в одном вопросе выражают далеко не все а только самое тревожное это вопросы о явлении бесов об унынии отчаянии нелюбви и о многом другом что должно быть истонута вами из них давным-давно неужели вам нравится управлять такими людьми совершенно ничего не знающими задающими такие вопросы которые задают бабки на улице по этим вопросам видно что вы стоите на развалинах ибо это ваша паста ведите эту пасту прямо ко христу по слову божию начинайте ими заниматься и все изменится христос воскрес а если бы не так то все бы светлое давно окутал мрак и солнца правды не узнали мы и не было бы выхода из тьмы и если он из гроба не восстал нам чужд бы был высокий идеал и даже в мыслях мы бы не смогли подняться над расстрелением земли он жив а если он не жил то мир давно уже похоронил живое все что есть в душе у нас пытался сделать это он не раз если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой то и сейчас бездушный садуке мог правду скрыть под грудой камней та весть прошла через грани всех веков и через границы всех материков ни варварства как видим ни прогресс не заглушили песнь Христос воскрес как будто бы автором этого стихотворения является храпом баптист 20 или 28 лет просидел в первых и там умер во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 4 вопрос 1394 разбор ответов архимандрита амброси юрасова вопрос 132 стою на службе и ничего не понимаю может быть потому что служба идет на церковно-славянском языке отвечает архимандрит амброси юрасов знаете многие говорят я славянский язык не понимаю а вот не цензурен дурный язык все понимают и хорошо усваивают а вот славянский древний красивый язык богослужений не хотим понимать что же делать надо чаще на службу ходить если и не будем поначалу все понимать то начнем многое чувствовать и язык постепенно откроется нам а самое главное надо как-нибудь вечером сесть отрешиться от всего и проанализировать всю свою жизнь вспомнить все грехи прийти на исповедь и покаяться вот тогда душа очистится раскроется и начнет воспринимать богослужение комментирует ответ архимандрит амброси юрасова игнатий тихонович лапкин шаблонно как под копирку отвечают на этот вопрос все любители тьмы люди говорят не могу понимать они отвечают кайся будешь воспринимать есть или не понимают уже русской речи или просто привыкли дурить людям головы если человек не понимает язык он поступает в институт иностранных языков и вы это хорошо знаете что когда учились семинаре академии вам преподавали церковнославянский язык который изучается по тем же принципам что и иностранный падежи окончания глаголы спряжения извительное наклонение и прочее изъявительное наклонение и прочее почему вам преподаватель не отвечал так как вы темните народу только вообразите что ваш профессор дает ваш совет студентам как выучить язык который он не понимает надо как-нибудь вечером сесть отрешиться от всего и проанализировать всю свою жизнь вспомнить все грехи прийти на исповедь и покаяться вы же смеетесь в наглую над людьми если такую записку напишет вам студентка что ей не дается математика или история или медицина или английский язык вы никогда не дадите ей подобный совет а здесь можно помудровать над затюканными бабушками бабушка вы этот язык и сами то совершенно не знаете послушайте хоть один раз что об этом языке говорят не обновленцы а святые есть вещи крайне нужны говорит святитель феофан затворник о переводе службы на русский язык разумею новый упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг наши церковные песнопения все назидательные глубокомысленные и возвышенные в них вся наука богословская и все нравоучение христианское и все утешения и все устрашения внимающий им может обойтись без всяких книг учительных без всяких других учительных христианских книг а между тем большая часть из них из этих песнопений совсем непонятны а это лишает церковные книги плода которые они могли бы производить и не дает им послужить тем целям для коих они назначены и имеются ныне завтра надо же к всему приступить если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда который от этого происходит журнал душеполезное чтение 1896 год номер 10 страница 462 горе вам что затворяете царство небесное человеком евангелие атмосфея 23 13 это сказано архиереям которые и сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют это делать сказано священникам которые оставляют народ в небрежении не заботясь объяснить им что нужно для спасения души от этого народ пребывает в слепоте одна часть остается в уверенности что идет правильно а другая хотя и замечает что у нее не так идет дело но не идет куда следует потому что не знает как и куда идти от этого разные нелепые понятия в народе от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение священник обычно думает что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда когда это зло разрастается выходит наружу но тогда уж ничего не поделаешь священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познание христианской веры а юное поколение готовить с первых сознательных лет объясняем то что им нужно и можно знать когда и как будет удобней феофан затворник из материалов священного собора российской православной церкви 1917-1918 годов пункт 4 определение а 2.1 введение священного синода наблюдения за исправлением и переводом текста богослужебных книг и с одобрением церковного собора благословения напечатали доклад о церковно-богослужебном языке принят решением собора первое славянский язык основной язык нашего богослужения второе в целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка для богослужения четвертое частичное применение общерусского языка в богослужении чтение слова божьего отдельные песнопения молитвы замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время пятое заявление какого-либо прихода о желании служить богослужения на общерусском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью восьмое высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках когда пойду на суд душой прошу я всех усиленно в могилу занятую мной забейте кол осиновый что заслужил то получил что пользы в отпевании когда и часу я не жил в любви и покаянии друзья мои молю в слезах составьте надпись честную здесь похоронен уже монах увы ему несчастному он был второй искоревод обеты не исполнивший ему награда всяк поймет в утробе преиспула спасибо за господи друзья вы все прекрасно поняли и надпись под которой я с любовью исполнили и романах роман матюшин 1983 год во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 4 вопрос 1395 разбор ответов архимандрита амбросия юрасова вопрос 22 почему западные страны живут материально лучше чем россия отвечает амбросий юрасов материальная обеспеченность это не богатство это лишний груз души самое главное богатство благодать божия комментирует ответ архимандрита игнария тихонович лапкин что же это за ответ 104 вопросе вдруг отец амбросия отвечает совершенно не по теме но это так хочется отнести к 22 вопросу все рушится нет божьего благословения на наших делах на наших трудах нет божьего благословения и в празднике работать смотрите у нас стране этих земельных угодий миллионы гектаров а хлеб и продукты закупаем других странах почему да потому что с матами сеем с матами собираем да еще и в водители почти все работают в пьяном виде тракторист вытащит бутылку глотка 23 сделает и дальше едет постоянно глотает и глотает в трезвом виде нередко когда бывают и так вся россия живет аминь отец амбросий умница нечаянно и высказал причину проговорился все таки забылся и сказал прямо и без оглядки что в таком положении находится вся цитата православная россия но спустя несколько вопросов вновь начинает говорить о восстании россии притом обязательно моё духовном воскресенье как пьяный опять по архимандритские закуролесил с чего бы ему быть достатку то нашему если все глотают и глотают и воруют и так как архимандриты вся патриархия московская не проповедует чистом виде евангелия сеет свою высеву то заботы нет потом придут трактористы покаются у них же благодать у попов и важнее их нет ничего они главные без них всем ложись и помирает трактористы это и есть цитата церковная полнота патриархийная знаю что простишь мои неправды вот я весь стою перед тобой для любви нет никакой преграды потому что сам господь любовь ради нас одет был в багреницу ради нас распят был человек мытаря разбойника блудницу никого ты боже не отверг всех простил на древе умирая праведник за грешных умирал господи с тобой не надо рая тесный ад с тобою мне как рай плач душа садей нам покайся сокрушайся об одном мечтай если уж за нас христос распялся нам ли не распяться за христа и романах роман 1982 год строчку написал песни ад с тобой как рай по имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 4 вопрос 1396 разбор ответов архимандрита амросия евразова вопрос 57 как понять евангельские слова лука 16 9 и я говорю вам приобретайте себе друзей богатством неправедным чтобы они когда обнищаете приняли вас вечные обители встречает архимандрита в россию разу этого богатства сейчас много например коммерсанты занялись бурной деятельностью у них ведь тоже неправедное богатство а могут они его употребить его благо не по не копить где-то в банках а жертвовать на церковь подавать дающимся а те за них будут молиться за него молитва огромной силы пойдет злох злой дух пьянство мигом отойдет и он получит исцеление поэтому когда мы подаем за усопшего или здравствующего страждущего человека человек исправляется без от него отходит ему становится легче вот что означают слова неправедным богатством многое дано священнику благодати он может держать ее в себе и никому ничего не отделять от нее обратиться к нему человек он с ним поговорить с пятое на десятое ни о чем а можно по-другому поговорить по сочувствовать привести к покаянию и простить ему грехи когда священник творит добро данное ему богом благодатью помогает одному второму третьему тогда он неправедным богатством приобретает себе друзей молитвенников за него комментирует ответ архимандрита амбросия игнатий тихонович лапкин этот ответ невозможно рассматривать по слову божию здесь одно гнильё и и ухватиться не за что держать себе не отделять и так далее ни слова и слова божия ни слова и о христе но криком кричит архимандрит камер санты давайте мне деньги я куплю себе еще несколько крутых заграничных машин и самую дорогую видеотехнику я же наместник христа на земле не дашь прокляну и пойдешь в ад слушай архимандрите ничего этого ты сделать не сможешь тебе нужно плакать и рыдать в прахе и пепли тебя еще не мял и не давил господь как должно но хорошо запомни высказывание двух святых о священстве то есть о тебе конкретно и он златоуст говорит большая часть священников погибает это приговор постройте всех архиереев и священников и прикиньте на глазок что больше половины будет гореть в аду и вы уже кичиться перестанете этой благодатью когда таких искателей счастья узнал и он златоуст 13 ноября он изверг много епископов и священников как совершенно несоответствующих своему сану а сегодня такие горе пастыри создали себя кумиров идолов как говорит василий великий цитата также позлощены и также безгласны действуют как антихристы как обличает их святой ироним стридонский память 15 июня симеон и уродивый память 21 июня изображал таких цинников алтарных надевавшими вместо ораря колбасу и макавшими ее в горчицу и евшими сладкая жизнь поповская кончится горчица и гиенской кто сегодня скажет искренно и священство не верьте мне если слова мои не сходятся с библией как сказал кирилл иерусалимский чтобы выговорить эти слова как минимум необходимо научить людей священному писанию и самому говорить слово божье не по бреду своего больного ума но в страхе божием григорий богослов память 25 января назвал собор епископов гусями и журавлями пихающими друг друга стал и ушел от них православный патриарх феофил память 13 ноября гнал златоуста и с православным епископом фаретрием на горных тропах искали убить иоанна и с ним группу захвата входили только православные монахи 4 февраля и сидор пелусиот гневно обличал своего епископа а епископ фламиан флавиан память 18 февраля говорил цитата епископы возлюбили тьму угождая более земному царю а георгий исповедник память 7 апреля видел видение на горнем месте вместо епископа ходит дикий кабан уши и хвост его обрезаны святой Ириней Ливонский 130-202 годы видимо рассуждает о том какое тяжкое наказание ожидает плохих пресвятеров и как высоко нужно ценить истинное пастырство убеждает удаляться тех которые будучи цитата многими почитаемы за пресвятеров служат своим похотям и хотя кажутся имеющими страх Божий в сердцах своих но уничижают других гордятся своим старшинством и скрыто делают зло и скрыто делают зло святой Ириней учит иметь общение только с теми которые цитата хранят учения апостолов и исполняя обязанности пресвитера предлагают учения здравое и ведут бессоблазнительную жизнь к утверждению и исправлению прочих цитата каждый удостоившийся священства должен служить только алтарю и жертвам заниматься только молитвами и молениями и не оставлять церкви для занятия земными и мирскими делами но трудиться денно и ношно для дел небесных и духовных Киприан Карфагенский 258 год еще цитата мне стыдно за других которые не будучи ничем лучше прочих с неумытыми руками с нечистыми душами берутся за святейшее дело и прежде нежели которые сделались достойными приступить к священству врываются в святилище теснятся и толкаются вокруг святой трапезы как бы почитая сей сам не образцом добродетели а средством к пропитанию не служением подлежащим ответственности но начальством не дающим отчета и такие люди скудные благочестием жалкие в самом блеске своем едва ли не многочисленнее тех над кем они начальствуют не знающие ни того что должно говорить ни того что должно делать лучше учиться нежели не зная учить а потому брать на себя труд учить пока сам не научился достаточно и по пословице на большом глиняном сосуде учиться делать горшки то есть над душами других упражняться в благочестии по моему мнению свойственно только людям крайне неразумным и дерзким григорий богослов годы жизни 329 по 389 цитата прежде нежели узнают наименование священных книг и научатся распознавать письмена писателей ветхого и нового завета и едва только затвердят два-три слова благочестия и то понаслышке а не из книги как уже считают себя мудрыми и книжниками и законниками и желают чтобы другие люди звали их учителями еще цитата положим говорит он что иной не порочен и взошел на самый верх добродетели все еще не вижу каким запастись знаний каким запасшись знанием на какую понадеявшись силу отважится он на такое начальство его править человеком самым хитрым и изменчивым живым существом действительно есть искусство из искусств и наука из наук а для этого столько требуется ума какое надобно тонкое и глубокое знание природы и души человеческой какая проницательность сколько опытностей вот почему не нужно искать священство в молодости вот почему церковь определяет для вступления священства известный возраст ранее которого принимать сам не позволяется в дьяконы не ранее 25 лет священники не ранее 30 лет шестой вселенский собор правила 14 15 об этом подробно говорит в трех книгах о должностях священнослужителей а в россии медиаланский вот четыре качества которыми должны обладать они мудрость справедливость мужество и воздержание святой азлатоус 350 по 407 год состоялось звание дьякона в антиохии желая избежать пресвитерского и епископского служения написал свое оправдание шесть слов о священстве священник должен во всем столько превосходить всех за которых просит сколько защитник превосходит защищаемых душу священника обуревают волны сильнейшие тех которые ветром поднимаются в море и прежде всего видится огромная скала тщеславия любовь к похвалам желание чести неразумные и вредные почести благосклонности робкий страх отсутствие дерзновения великий вид смиренно мудря в котором истины нисколько устранение обличений и эпитемии или лучше сказать применение их даже высшие меры к людям незнатным а пред людьми облеченными властью не смелость не позволяющая и рот открыть пороки священников могут быть и скрыты но хотя бы они были и малы скоро делаются известными грехи обыкновенных людей как производимые во мраке губят одних согрешающих а порочность значительного и известного многим мужа наносит общий вред всем для священства должны быть избираемы такие души какими благодать божия некогда показала в вавилонской печи тела святых отроков знаю многих подвязавшихся все время изнурявших себя постом пока они могли быть в уединении и заботиться о себе угождали богу и каждый день успевали в любомудрии а когда встав в толпе принуждены были исправлять невежество народа тогда они в самом начале оказались неспособными к такому делу весьма много повредили себе и не принесли никакой пользы другим и так рукополагающему следует подвергать большему испытанию рукополагаемого а еще больше самому рукополагаемому следует испытывать самого себя по причине неопытности одного из людей доводится до последней погибели так неправильно по причине неопытности одного много людей доводится до последней гибели конец цитаты по слову златоуста священник должен быть человеком образованным особенно же сведущим священном писании блаженный и раним 340 и 420 годы в своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства в службе христовой не ищи мирской прибыли в противном случае и о тебе будут говорить они сеяли пшеницу а пожали терны измучились и не получили никакой пользы постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева господа прокоремия 12 13 клирика который занимается торговыми делами из бедняка стал богатым бегай как язвы священник заботящийся о собственном обогащении делает себе бесчестие ироним советует по возможности избегать даже подарков что пользы если ты не ешь скоромного а между тем выбираешь себе лакомые ясто поверь самый строгий пост там где хлеб и вода читай как можно чаще божественное писание и лучше или лучше не выпускай из рук священных книг чему ты должен учить тому научись сам берегись чтобы поступки твои не опровергали твоих слов чтобы в то время когда ты проповедуешь церкви кто-нибудь про себя не сказал о тебе почему же ты сам не делаешь так как учишь слова пресс-фитера должны быть украшены словами писания я не желаю чтобы ты витействовал на показ выходил из себя говорил много создавая в том себе отчетом все имеющие власть прежде всего должны обращать внимание не на власть над подчиненными по своему желанию а на равенство с ними по природе своего происхождения себе Григорий Григорий двоислов правило пастырское 604 год Заключаю что через поколения много через два иссякнет наше православие если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества то будет больше и больше слабеть истинное христианство а наконец и совсем кончится останется только имя христианское а духа христианского не будет все преисполнит дух мира феофан затворник 1863 год мне убогому серафиму господь открыл что на земле русской будут великие бедствия православная вера будет попрана архиереи церкви божии и другие духовные лица отступят от чистоты православия и зато господь тяжко их накажет я убогий серафим три дня и три ночи молил господа чтобы он лучше меня лишил царствия небесного а их бы помиловал но господь ответил не помилую их ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня а сердце их далеко отстоит от меня настольная книга священнослужителя том 3 страница 601 сказано что врата адовые не одолеют церкви но нигде не сказано что в россии сохранится церковь россия может окончательно потерять ее епископ афанасий душа душа моя перед тобой живого места нет на свете том одну лишь боль носил я много лет и ныне ранами подкрыт от головы до пят но более всех кровотончит что мир отверг тебя и романах роман тысяча девятьсот девяносто восьмой год благодарю за внимание за помощь спаси христос хорошо было с вами я не буду сейчас еще делать так чтобы помочь тебя пораньше тоже 했는데 до 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 Продолжение следует...